Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Днём Победы на церемонии возложения цветов к монументу «Отанку Раушилар». Глава государства под сопровождение Духового оркестра службы государственной охраны Казахстана возложил гирлянду славы к вечному огню, после чего была объявлена минута молчания. Нурсултан Назарбаев призвал всегда помнить День Победы, который связан с такими понятиями, как дружба, мужество и братство. День Победы – величайший праздник. Наши деды, отцы сделали так, что мы сегодня живём под мирным небом, строим Казахстан, радуемся с уверенностью, смотрим будущее. Глава государства пожелал ветеранам крепкого здоровья, счастья и мирного неба над нашей страной, чтобы в следующем году все вместе смогли отпраздновать 70-летие Победы. Сами же ветераны не сдаются и установили для себя новую боевую задачу – воспитать в молодом поколении всё то, чему их учили – мужеству, патриотизму и трудолюбию. Она любит не трудиться, а веселиться. Отчего это, отчего это, мы не знаем. Но мы будем воспитывать, вот я своих внуков, правнуков воспитываю, труду. Вот этот день, это для молодёжи, для будущего, для развития жизни, это самое, ну, воспитание. Мы завоевали, мы отстояли, мы победили это. Так что это живите мирно и согласие. Я желаю, чтобы мир был во всём мире, чтобы дети наши, ни внуки, никто не пользовался, не видели того, что видели мы. Пусть будет мир во всём мире. В церемонии приняли участие ветераны войны и труда, руководители государственных органов, представители дипломатического корпуса, а также жители столицы, прибывшие почтить память казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.